Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня, точнее уже вчера, был мой день рождения. Я спешу вам скорее снять это видео, потому что вчера я смонтировала основное видео, но не смогла, в общем-то, из-за того, что мой день рождения был, гости, съемки, в общем-то, не сняла вам свои 11 лет, 96-го года. Начало этого видео, это 96-й год, 08-08. У нас появилась тогда огромная камера, еще тогда первые большие камеры были, огромный магнитофон, это вы все успеете углядеть в моем видео. И мы отмечали мои 11 лет. Вот посмотрите, какой я была, получается, где-то 23 года назад, если я не ошибаюсь. Мы, честно говоря, смеялись все, и я немножечко прокомментирую какие-то. Буду делать вам вставочки и прокомментирую. Есть что сказать, на это видео можно смотреть вечно. И вообще я люблю его так раз в год, раз в два года пересматривать. В общем, вы многое поймете. Здесь уже в 11 лет есть задатки у меня, блогерские. То есть это вы сразу увидите. Я не подготавливалась, понимаете, но оно вот с детства идет. Когда включается камера, я просто меняюсь. И это тоже можно увидеть в этом видео, которое я сейчас вам включу. И еще момент, что в детстве я очень-очень сильно любила кривляться. Меня за это ругали. И я очень сильно ждала, когда же я вырасту, буду кривляться, и никто не будет говорить мне, что этого делать нельзя. Но есть, конечно, хейтеры, которые включат роль моей бабушки и мамы в детстве. И начинают говорить, ну сколько вам лет, тетечка Селеночка? Будьте взрослее! А я хочу всем сказать, что я не буду взрослее. И буду дурачиться, буду кривляться, буду вести себя так, как мне нравится, наслаждаться жизнью до самой глубокой старости. Ладно. Давайте, хочу поделиться. Окунемся в 96-й год. Поехали. Виталий, вот так вот будешь, когда будешь взрослый, глянешь на себя, скажешь, какой я был дурак. Это ж, наверное, на всю жизнь, если снимается так, будешь смотреть. Виталий, а туда еще и звук попадаешь, да? Обязательно. Да? Все твои хихи дуракские, все уже пропитаны. Да, извините. Сели кушать? И сразу скидывал. Да это уже водку. Мы когда будем садиться есть. Как могли увидеть видео, я уже люблю кривляться, я уже люблю находиться на камере. Немного, правда, стеснялась. Это вообще была моя первая в жизни видеосъемка. Как видите, там был мой братик, мой лапочка. Мне кажется, что Денька так похож на моего брата. Я сейчас смотрю, ему там всего лишь 7 лет. Да, Мам, 7? Да, он как раз собирался в первый класс. 7 лет, да, он собирался в первый класс. Но такой лапочка, ну, понаблюдайте за Виталиком. И сейчас я возмущал, как вы представляете, я была старшая сестра. И у меня такой маленький мой братик, любименький. А сейчас он такой большой, гора целая. Вот, и я сейчас смотрю, я прямо, честно говоря, умиляюсь. И все время смотрю даже больше не на себя, а смотрю на своего младшего брата. Какой он лапочный, мне хочется его вот так потискать, вернуться в то время. Классный. И сейчас на мне, кстати, юпочка, которую мне подарила моя крестная, и блузочка белая, которую, по-моему, привезла мне моя бабушка. И, кстати, здесь увидите потом бабушка возраста такого, как сейчас моя мама. Но мы еще к этому вернемся. Беремка, никого не ждем, вы должны сидеть. А, мы ждем тебя, что-то на... А, да мне сто раз. Меня везде снимают. Страшно, да? На, на чужастики такие надо смотреть. Не надо руки. Где ты, моя куколка? Ой, желаю тебе расти побольше и быть поумнее, меньше кривляться. На меня посмотри. Вот. Здоровья тебе и счастья. Почему меня не снимают? Все, давайте. А, меня снимают. Кстати, моей маме на этом видео 32 года. То есть, на этом видео она младше меня на 2 года, чем я сейчас. Мне исполнилось 34 года. Мамка моя, на самом деле, я знаю, в кого я. Она была у меня в таком возрасте безумно самовлюбленная. Правда. Очень любила себя. Я даже это... Когда эта камера, когда снимали, были съемки, эта камера все время переходила по рукам. Сначала я там могла снимать ведь Марина моя, потом камеру давали маме, потом еще кому-то давали. И я заметила, что каждый снимает то, что ему хочется. И когда камеру брала моя мама, что, думаете, она снимала? Она снимала свой портрет на стене. Поэтому, понимаете, в кого я? Мы, семья, любим себя. А это, знаете ли, немало важно. Вот только открывай. Надя, не кривляйся. Надя, ну что ты действительно обезьяна, что ли? Ты снимаешь меня, мама? Свет, а ты открой левый глаз. Ты это пытаешься, но я так это... Так, подожди-ка. Вот. Ой, господи, господи. Да брось ты это. Ну ты доедешь, Женечка. Вот так вот. Опаси ручкой. У мамы разрыв сердца всегда отойдет. Хочешь, мам, цветы? Кстати, заметили, какие у меня здесь голубые глаза? Вообще, мне кажется, что у меня, ну, правда, очень похоже лицо на Деньку. Глаза прям Денькины голубые. У меня голубые тоже были. Это они сейчас с возрастом позеленили. Да, пьешь ты великолепно просто. Полный. Надя, близко нам не обязательно стоять. Можно далеко стоять. Надя, ну что ты обезьяна, что ли? Привай какой-нибудь прозорный наряд и иди на босунову. Что делать? Ну что вы пристали? Ну хочет по секунду идти. Ну и что такого? Что вы пристали? Лишь бы ребенку ноги не болели. Нам драмы не нужны. Мама вот комментирует, говорит, мама у тебя строгая была, а драмы ей были не нужны. Вообще, на самом деле, это вот квартира, где мы жили, провели все наше детство. Много замечаю, как раньше вот. Сейчас, конечно, я снимаю видео и стараюсь там, чтобы где-то не лежало, там, чтобы где-то не висело. А тут идет съемка, халат висит, тут еще какой-то халат висит, там какое-то полотенце висит. И я вот как уже профи, можно сказать, да, обращаю на все внимание, там какой-то пакет лежит, там какое-то покрывало. Думаю, что не убрали, все съемки же идут. Вот. А на самом деле, это момент был, когда меня заругали. В чем проблема? Меня заругали. Особенно эта бабушка, бабушка особенно ругала. Она потому что хотела, чтобы, если я красивая, то должна быть полностью красивая. А у меня, по-моему, я бегала с пацанами, вот в этот день, я помню, играла в футбол, понимаете? Я вот такая вся в белом, красиво, нарядная у меня день рождения, я играла в футбол. И я, короче, по-моему, свои босоножки порвала. И у меня была еще одна запасная обувь, но она была на три размера больше. И там в носке все вот такой вот просто с кулак кусок газеты лежал, чтобы они были мне как раз. И, естественно, они мне очень натирали. И для меня, ну, было по кайфу просто пойти босиком. Я пришла и говорю, мам, можно я пойду босиком? Ну, и, конечно же, бабушка, когда она рядом, она вступается сразу и говорит, снимай какой-нибудь позорный наряд и идите. Боже, что ты нарядная, должно быть красиво. И за что я всегда любила свою тетю, она всегда меня защищала, она всегда была, знаете, такая, ну, ну, во всяком случае ко мне, я не знаю, как воспитание своих детей там, да, но во всяком случае ко мне она всегда вот как-то, ну, прям у нас была какая-то обоюдная любовь, и она всегда, да, дай дет ребенка, ну, пусть идет, кайфует, главное, чтобы радовался там. И вот все время она вот в таком нейтралитете пребывала, и какой-то такой вот, в каком-то равновесии. Как заметили, у меня все время бабушка и мама все время ругали, что ты кривляешься, та-та-та-та-та-та-та. А у моей тети все равно было, она все равно, ну, пусть кривляется, ну, пусть ходит босая. Ты повеселее чего-нибудь. Вот вы, кстати, спрашивали и просили маму всегда, да, чтобы она накрасилась так, как она в прошлом, да, там, в молодости красилась. Вот, пожалуйста, косметика, стрелки. Вот так она красилась всегда. То не сказка, то не лошадь, Дед, не год с тобой хорош, Нанял черный малькинтош, А в кармане финский нож. Кстати, еще в молодости мою маму часто путали с ее сестрой. У них были одинаковые прически, одинаковые черные волосы. Это была всю молодость. Это сейчас мама уже в более таком зрелом возрасте решила, ну, когда уже седина начала пробиваться, она решила быть блондинкой. Вообще, она всегда мечтала быть блондинкой. И поэтому я блондинка, потому что, когда она была черная, она мне с детства уже разрешила пойти и покрасить свои волосы. Даже, по-моему, сама меня красила. Или подружка меня красила, не помню. Но, в общем, она хотела быть блондинкой, поэтому она мне разрешила быть блондинкой очень рано. За что ей большое спасибо. Полная свобода в красоте. И когда уже пришло время ей стать блондинкой, мне кажется, она с большим удовольствием ей стала, потому что она мечтала. Но посмотрите, кстати, как похожи они были со стороны. Любой. 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 этот танец я не смогла вырезать это давний друг нашей семьи можно так сказать ну просто мы всегда когда пересматриваю это видео умиляемся как он такой скромно зашел на танцпол такой раз 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 главное подвинул девочек сейчас я буду отжигать и пошел отжигать на самом деле мне этот танец вообще очень нравится кстати если вы заметили у нас очень модная музыка играет потому что моя мама тетя марина они как раз в то время работали в аудио в аудиомагазине можно сказать и как раз таки знали тенденции новой музыки так что у нас была современная модная музыка мы кайфовали тусили отдыхали на ватеннадцать лет мы даже не ходили какая-то вот это не знаю сейчас каждый раз когда я смотрю это видео я замечаю сзади ободранный календарь девяносто второго года то есть съемка девяносто шестого календарь висит девяносто второго года но мама объясняет и кстати мы с кристиной когда смотрели что раньше это как бы было нормально главное красивая картина а не то что год там девяносто второй но я ободралась немножко но ничего не успели прикрепить в общем все время это дело мозолит глаза как вы могли заметить что я уже хотела быть перед камерой что-то говорить то есть я понимала что это не просто ты ходишь тебя где-то кто-то снимает да там а ты должна сесть что-то рассказать как видите задатки блогерства но дальше больше и еще что я хотела здесь сказать то на этом видео вот да как раз таки здесь можно видеть бабушка есть здесь 56 лет моей бабушки которая рядом а моей маме сейчас 55 лет сравните разницу вообще я заметила мне кажется мне сначала думала что мне кажется но на самом деле нет реально что-то изменилось либо современный мир либо вот эти более современные наши какие-то не знаю вот на эти вот волосы укладки как-то вот следим за собой там да ну хрен его знают но в общем раньше в моем возрасте мне казались тети то есть тетя там 30 лет 35 это прям тетя тетя какая-то но себя я совершенно не ощущаю на тетю и мне кажется что если сравнить например хотя может прически какие-то реально может прически возраста какого-то придавали в общем сейчас посмотреть на девушек 35 лет да те же даже 40 они выглядят моложе чем тогда там в 30 выглядели и сейчас допустим те же 55 вот моя мама да моя тетя ведь они выглядят намного моложе чем моя бабушка вот в свои 56 лет как здесь на видео то есть она ну как бы выглядит как бабушка мне кажется да а вот мама моя выглядит как женщина молодая итак экстренное сообщение да тут танцевали недавно когда она говорит и потом одноделась переодеваться вот посмотрите все посмотрели на меня все на меня на меня уже сделают а потом потом стала бабушка вот она она не переодевалась а потом опять тетя марина там она стоит на кухне сейчас они показывают танцевать с моей мамой на теле и пришел виталик танцевать тоже они танцевали все втроёк да и очень было весело на танцевать такие подарки аплодисменты бурные сейчас будет зажигательный танец от меня и самое интересное мне оказалось что я танцую как богиня но когда посмотрел свое видео думали у меня одни движения и там даже серьезное лицо делала тетя марина тетя марина вот Вот у меня появились новые движения в танце. Это же они какие-то смешные, хотя мне казалось очень крутые. Кстати, мама хотела заметить, что сейчас у меня на волосах цвет волос прям такой же, как в детстве. То есть я сейчас покрашена практически в свой натуральный цвет. И обратите внимание, какие густые были у меня волосы. То есть у меня раньше были офигенно густые волосы, с которыми моя мама вообще практически не справлялась, поэтому я ее попросила очень рано обрезать мне волосы. Я была и под мальчика подстрижена, и каре у меня было. И знаете, еще модная прическа была каскад. Мама вот так поднимала высокий хвост и вот так мне обрезала. Я ходила такая, как львица, прям лохматая. Но, конечно, очень круто. Длинные волосы, очень круто. Я вспоминаю. У меня и челка была, и у меня еще вторая челка была, и еще густотенные волосы. Смотрю, наслаждаюсь своими волосами. Сейчас будет наша детская тут всякая игра. И вот здесь как раз таки не буду сейчас делать никаких вставок, потому что здесь сейчас только мы будем. Братик мой лапочный, маленький зайчик, вообще прям я здесь им наслаждаюсь. Я, видно, что такая вся, уже знаю, что сказать, уже не слушаю мнения других, мне уже хочется подвинуть. Так, я тут придумала кое-что, да, там. Я все время пытаюсь в кадр что-то сказать. И как раз таки здесь я, у меня не было подручных средств, и я решила рассказать об обуви. Прям вот как блогер. Зацените. И еще здесь, конечно же, моя сестра. Она осталась точно такая же, а очень скромная. Вы это тоже можете видеть все на видео. Она не изменилась. Как дела, братан? Слышно, что я говорю? Это круто. Я не делаю. У нас нет обуви, купите ей такой большой. С таким капучком. А зачем меня снимать? А ты что, стесняешься? Ну ладно. Стесняешься? Хорошо. Вот еще, Ленка, я снимусь. Сними еще. А ты думаешь, сегодня смотреть ее будет? Домашние тапки? Да. Ух ты. Мы вам ее даем сегодня. А даем? У нас все равно сегодня Ведик не работает. Это хорошо. А почему нет? Вот еще тапки. Это Виталикины тапки. Спасибо. Сними. Мамыла бы не показывать. Здесь тоже тянутся, здесь тоже тянутся. Вот бабушкины тапки. Моя подышка очень практичная. Так что гарантируем. Снимаем. А, вот майной. Мой большой игрок. Вот гарантия на три года. Это плохие. Я, это, я. Я вам не советую лучше покупать вообще. Ладно. Взяла. Братан. Изюм. Лазюм. А он тебя далеко делает. Изюм. Козюль. Козюля. Это плохая вещь. Ладно. Поправляем мою. Ну-ка скорча рожит. Ладно. Ладно. Так. Подожди. А. 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 Блин. Смотрю. Ну что детям надо. Реально. Ну веселимся. Кайфуем. Какие-то зубы в рот засунуло. Изюм. Возюм. Обувь. Вот эту показываю. Одна грязная. Другая старая. Третья там вообще. Чита склеенная. И все равно. Весело. Ноги показать. Покривляться. Прикольно вообще. Классно, что вообще вот этот момент на самом деле сняли. И вот в этот момент, по-моему, никто мне не кричал, чтобы я не кривлялась, не улыбалась. Самое интересное еще голоса. Наши голоса. Вообще на меня не похожи. Мне кажется, у меня сейчас более такой грубый голос. Ну короче, я смотрю с улыбкой. И опять же повторюсь, у меня братюня здесь. 8 августа. Да. 28 августа. Январь. Во. На дистанционно. 8 августа 1996. Да. Это 101 на меня, на меня, на меня. Знаете, про что? Что я знаю? Отгадайте загадку. Зачем вода в стакане? Не знаете, да? За стеклом. Стакан стеклянный, правильно? А вот еще, это загадка. Сейчас. Летела стая, совсем небольшая. Но летели, сколько их было? Их было семеро. И было семеро. Потому что... Их было семеро, говорю. И это были ос. Это совы были, совы. Больше я... Я знаю, много учу. Ты в столовке видишь? А, вот. Ну, мужик купил три козы. По три рубля. Почему пошла козла козла? Не пару рублей по земле. В шкафу. В шкафу. Честно говоря, я замечаю, что многие задатки из детства у меня остались по сей день. И, видимо, с ними сложно справляться. Я по жизни, мне кажется, вот такое, как бы, заводила. Лидер какой-то. И вот даже сейчас, да, там вот, ну, младший брат. Что там младший брат? Что он там скажет, да? Там он покривляется это. Сестра моя скромная рядом. Она как бы лишний раз, ну, вот, как бы что-то не скажет. Как-то себя там не поведет. А мне все равно. Я кривляюсь, я умничаю. Я не боюсь сказать какую-то глупость. Давайте вот загадки сейчас меня послушайте. Посмотрите, как я рожу кривляю. Посмотрите, вот что я делаю. То есть я уже вижу, что это некрасиво где-то, да. Я вижу, что мне бы скромности немножечко прибавить, да. Но я вижу, что это у меня уже с самого детства есть. Вся мама, мама подсказывает, да. Ну, и еще и львица. То есть это проявляется явно, да. Моя сестра Скорпион, мой брат Козирог. И вот как бы он пытается влезть в камеру. Но я старшая сестра львица. Не дам. Какой мы можем петь? В лесу родилась ёлочка. В лесу родилась ёлочка. Это её все поют. Раз, два, три. В лесу родилась ёлочка. Хор, хор. А кто её родил? Мария Лопыц. Ну, дурочка. Иди. Катя. Нет. В лесу родилась ёлочка. Надечка. Кто её родил? Маманечка. Иван, снимите нашего грязнуля, первого грязнуля. Вот, видите, грязнуля. Вот под носом везде грязно. Видите, здесь первый грязной. Да я сниму, Виталик, а ты будешь... Вот наша вечеринка подходит к концу. Мы провожаем наших гостей. Где вода? Да не плевал. Света. Ау. Да в пиах, Виталик, дай ему лук. Провожаем гостей. Пошли с нами. Идём, 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 на кухню. Иди с нами, иди вниз. Ты, как и там, сниматель. Сниматель, иди с нами вниз. Ну всё, пошли, маски. Пошли. Радик, посмотрите, подушка на нём. И он в развалочку. Брат, кстати, мой всегда засыпал именно с подушкой, чтобы она лежала на нём. То есть не он на подушке, а на нём. И даже до сих пор, вот мы смотрели это видео вместе, он говорит, что он когда спит, у него подушка всегда, он её и так, и сяк, и сяк. То есть он с одной подушкой, но по-разному. И вот здесь она где угодно может оказаться. В общем, вот такой сладенький у меня братик. Ну вот и всё. Вот такие мои 11 лет. Что скажете? Я, наверное, кажется, уже всё заметила сама. Неудивительно, да, что я стала блогером. Неудивительно, что камера это моё. Я всегда её любила. Только раньше, например, когда включалась камера, я начинала, что-то со мной происходило. Сейчас, конечно, я уже намного увереннее держусь перед камерой. Ну а как стала блогером, так, не знаю, это как моё продолжение какое-то. Абсолютно у меня внутри нет даже какого-то переключателя. Единственный переключатель – это то, что нужно говорить, а не сидеть и смотреть в камеру и тупить там что-то. То есть я говорю, сразу все мысли говорю. Даже тогда в детстве я замечаю, что когда нас фотокарточку делали с бабушкой, я уже сидела, и вот что-то нужно было говорить, да, и я сразу находила эти слова. Удивительно, что, да, 11 лет я находила эти слова, что вот здесь танцевали тёти, вот здесь это, а потом вот это, а потом мне говорят, всё, уже слази. Я говорю, а нет, нет, ещё бабушка была. Бабушка что-то начинает мне подсказывать, и я тут вовремя аплодисменты, понимаете? Мне просто… Хотя ведущие – это вот не моё. Вот эта импровизация на камеру – это одно, а вот ведущая при живой аудитории, я немножко боюсь. Я до сих пор боюсь сцены очень сильно. И когда я выхожу петь, например, в караоке, я могу спокойно себя чувствовать и петь, да, хотя там есть тоже зрители, народ. Но если там где-то в караоке есть сцена, это именно страх сцены. Я боюсь выйти на сцену, и всё. То есть когда ты вышел на сцену, тебя уже все оценивают, да. То есть вот страх сцены, вот я бы даже так сказала. Не людей окружающих, не вот это, а вот больше до сцены, когда ты в центре каком-то стоишь, и все на тебя смотрят. Вот. В общем, мне было приятно вспомнить с вами свои 11 лет. Рада вообще поделиться с этим всем с вами. Пишите свои комментарии, свои какие-то замечания, которые вы, может быть, заметили, вопросы, если такие появились. Лишний раз обращаю внимание на то, что моя мама была в молодости, да и сейчас. Очень-очень красивая. Ну, в молодости особенно, я просто вот замечаю, да, когда ещё личико такое совсем всё было без морщинок. Но самое интересное, что сейчас я смотрю на свою маму, да, и она ни разу не делала никакие ни пластические операции, ничего не колола себе. И глядя на неё, у меня прям даже и нет такого сильного желания, знаете, что-то колоть, потому что в свои 55 лет она выглядит очень хорошо, и все её морщинки её только красят. Поэтому и я не спешу натягивать свою кожу как-то неестественно, чтобы она как-то выглядела, потому что все её морщинки нравятся, и мне кажется, и мои с возрастом мне будут идти. Вот. Поэтому всё, я с вами прощаюсь. Вот такой вот сюрприз на мой день рождения. А следующее видео, наверное, я вам уже сделаю свой день рождения, как мы его отметили. Это вы уже увидите завтра. А я с вами прощаюсь, люблю, целую. Ставьте лайки, если понравилось моё видео, моя идея. И подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны, потому что как только стукнет 250 тысяч подписчиков, я для вас разыграю что-то со своего магазина, как раз уже на осень. Одежду, кардиганы я уже для вас решила разыграть, чтобы они грели вас осенью, этой зимой. Всё, я вас люблю, целую, комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok